Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить сборочку сокровища пустыни в Ark Survival. У нас с вами очень скоро выходит новое дополнение DLC к Ark Survival. Мы будем прям, ну как выйдет, сразу начнём играть, 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 проходить. Я думаю, что до этого момента мы с вами и сборку пройдём, потому что, честно говоря, она уже пройдена. Единственное, что нам нужно посетить с вами это пещеры и приручить Меганевру, которой здесь нет, и ещё двух существ. Ну то есть, может быть, Меганевра где-то есть, только я её найти не могу. Мы потом поставим поисковик, при помощи него поищем. Но есть у меня такое ощущение, что это какой-то заглюк, либо она должна была появиться благодаря какой-то модификации, но не появилась. Либо просто, ну, я не знаю, может быть, какую-то ошибку разработчик допустил. Хотя вообще сборка написана уже очень давно, то есть вот эти правила сборки и задания для неё. Странно, ладно, не знаю. Так вот, фишка в том, что мы с вами уже несколько выпусков подряд, и вы мне тоже об этом уже писали в комментариях, видим змею такую огромную, Апофиса, Редлснейк, то есть это гремучая змея. Я хотел бы на самом деле её приручить, потому что один раз её приручил, но так и не протестировал. Это раз. Во-вторых, у меня уже там пару выпусков, напоминаете про Корнораптора, которого я забываю на самом деле протестировать. Так что сегодня в первую очередь сейчас сделаем седло на Корнораптора, давайте посмотрим. Да, оно делается в кармане, древесина, кожа. Сейчас уберём вот это дело. Древесины мало, да? Хорошо, сейчас принесу. Но вот меня, честно говоря, безумно поразил Эндрю Сарт, потому что вот то, что он умеет одновременно и ягоды собирать, и древесину, и там цветки, волокно, мясо, кожу, вот всё подряд. Что-то как-то тут, мне кажется, разработчик перестарался. Но я понимаю, что он, в принципе, может вот этим движением лапы собрать там волокно и ягоды вот так вот, ну, как бы случайно. Но он не собирает, он собирает укусом. Ну, в общем, не знаю, даже вот как-то, знаете, логического обоснования этому я не вижу, то, что он всё это умеет делать. Хватит орать, они здесь безумно громкие. Так, погнали протестируем Корнораптора. Спинораптора мы тестировали, а вот его мы с вами так и не проверили, что он умеет делать. По идее, как видите, он вообще выглядит, ну, то есть, выглядит как Корнотавр, только очень странный Корнотавр. Я не знаю, что ему добавили от Корнораптора. Когти на ногах. Какую-то странную тупую рожу. Ну, непонятнейшая морда, на самом деле. Опять же, то, что он такая непонятная, это, наверное, из-за того, что такая расцветка. По поводу умений. Укус 166. Ох ты, вот это круто. Я нажал правую первую мышу, он разогнался. Интересно, с тобой он что-то сделал? Я не видел никакого урона, ты смотри, что творится. Мы с вами бежим. Подожди секундочку. А я могу в любой момент это сделать? Ну-ка, ещё раз. Левая клавиша мыши. Нет, это обычный удар. Хотя нет. Понятно, он может разгоняться и можно, да, останавливаться ударом. Это прикольно. Так, хорошо. На клавише С. Стандартный рык. Я не вижу, чтобы эти рычи не давали какие-то бафы, так что, скорее всего, ничего такого и нет. Мы с вами с него не можем стрелять. А, можем стрелять. Я просто, на самом деле, здесь стрелы не положил. Всё, хорошо. Значит, можем стрелять. Это замечательно. Давай немножко здоровья подкачаем. И, естественно, можем скидывать приманку. Так вот, по поводу змеи. Секунду. Чё-то как-то он странно шагает. Скорпиовинатор. Кто ты такой? Опять же, на кронотавра похож очень сильно, да? Агрессивный? Нет, он не агрессивный. Мясо ешь? Мне как-то, не знаю, не доводилось встречать такого названия нигде раньше. Ну, я далеко не всех динозавров знаю. Безусловно. Я никогда этого и не скрывал. Давай, давай, давай. Есть ребята-динофаны, которые там, ну, изучают динозавров. Разные виды смотрят там. Понятное дело. У меня были другие интересы в детстве. Ты кушаешь, нет? Ладно, на самом деле мы можем не так всё сделать. Я не знаю, зачем я его вообще приручаю от 30-го уровня. Просто он меня заинтересовал немножко. Странно так выглядит. Он ещё так шагает, знаете, как-то так горделивый. Хоть чересчур, да? То есть так вышагивает прям. Управлять можно без седла. Он большой, прикольный. Но вот это вот, честно говоря, ну, нереалистично. Потому что у него очень много веса спереди и очень мало веса сзади. При таком массивном туловище и при таких ногах у него должен быть очень длинный хвост, чтобы держать равновесие. Потому что вот так вот он ходить не сможет. Он просто упадёт. Ну, камон. Ну, серьёзно. Ну, в общем... Ну, да. Нет, не, он совершенно не нравится. Давай. Корнораптор в этом плане сделан гораздо более хорошо. Ну, может быть, это разные модификации. Сюда их добавили. Сейчас поставим его где-нибудь в стороночке. Мне даже не очень нравится, как он бегает. Морда у него странная такая. Как будто бы он немножко улыбается при этом... Ну, странная, в общем. Ладно. В этом плане корнораптор, вот он, и быстрее, и прикольнее. Опять же... А, он прыгать может. Причём анимация прыжка взята, естественно, у раптора. Так вот, я хотел здесь немножко побегать и поискать ту самую змею. То есть, как раз вот эту вот кремучку. Чтобы протестировать, что она умеет делать. Ну, причём, естественно, попытаться превращать более-менее высокого уровня. Зачем я качаю скорость? А, ну да, всё правильно. Я же не хотел на него сражаться. То есть, это не боевое существо. Я хотел просто побегать на нём. Это обычный носорог? Нет, это не обычный носорог. Панголин Реноцерос. Красивый. Такое ощущение, что это какие-то, да, такие хитиновые костяные нарост у него. Привет. Это не раптор. Это Арика Монстр. И он меня не снимает с седла. Понятно, 145 уровня. Он меня с седла не снимал. Опять же, как видели, урон у него довольно-таки маленький. Да и у нас тоже урон маленький, потому что мы наносим ещё редко удары. Так что в этом плане. Ну, можно, конечно, урон подкачать. Но большого смысла от этого не будет. Вот это вот умение на правой клавиши мыши. Вот оно просто вот запредельно крутое. Бам. Галимим ухана. Вот это прикольно. А почему раньше этого не происходило? Камон. То есть мы с вами как раз не видели, сколько он урона наносит. Может быть, в зависимости от того, насколько он долго бежит. Сильно разгоняется, столько урона наносится, просто мы не видим. Сейчас попытаемся ещё кого-нибудь найти. Я с прямой не могу идти. Он только по прямой бежит. Вон она. Нашёл. Вон вижу. Тихо. Конквинатор, да? Похоже. Да, конквинатор обычный. Так. А вон наша змея. Как раз 110 уровня. Это же замечательно. Спокуха. Сейчас она успокоится. Есть у меня такое ощущение, да. Хорошо. Приручилась, мне наплевать. Будешь стоять просто здесь. Такое ощущение, что она вот-вот начала. Начала кушать. У меня просто было ощущение, как будто она на кого-то сагрена. Пока что ещё красное свечение. То есть подходить не стоит. Опять же, сейчас ужасной птице приручиться. Нужно, чтобы она бегом ко мне бежала, скорее всего. Вот куда она сейчас упал зла? 110 уровень. Это как раз вот, ну, не то чтобы топовая. Но это максимально высокоуровневая, которую мы с вами вообще встречали. Держи. Я вижу, вижу. Итак. Ужасная птица. Чё-то там. А, ну потому что я ударил. Понятно. Сейчас, подожди. Соответственно, она будет за тобой следовать. Да, всё-всё-всё. Нормально. Можно кормить её телами. И она больше не будет агриться. Написали, что у неё прям очень жёсткий урон. Ну да, посмотрим. Я так думаю, что, скорее всего, на ней можно будет, так скажем, ездить, ползать. Зараза, как это раздражает. Камера дёргающаяся. Так вот, без седла, скорее всего, как там, на каком-нибудь Титанобо, которого модификации добавляют. Возможность таймить, приручать. Пожалуйста, не нападай. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Всё хорошо. Она там ещё кусок мяса нашла. Давай приласкать. Нам нужно, естественно, уделить внимание. Тихо. Спасибо. Чё это там такое-то мне выкинуло? Хитинчику немножко. Неплохо. Я там раптора видел. Сами понимаете, рапторы довольно-таки агрессивные создания. То есть он даже с такого расстояния может не увидеть. Всё хорошо. Приручаем. Можно управлять без седла. Мы с вами... Ну, да, анимация такая, в общем, понятна. Так вот, написали, что у неё прям очень жёсткий урон. Тихо, 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 тихо. Не факт, конечно. Ну, сейчас проверим. Единственное, что она не может по камням ползать. Это досадно. Она прям запинается об них. Ну и... Тихо. Вау. Подожди, что это такое сейчас было? А, это удары хвостом на левой клавише мыши. На правой клавише мыши, скорее всего, укус. Ладно, предположим. Интересно, они прибавляют оглушение? Нет, оглушения нету. Удар хвостом прям очень интересный. То есть, секундочку. Мы с вами... Дай, вот туда вот ползём. Нет. Я не попадаю. Во-во-во. Очень странно. То есть мы можем проползти мимо, а нужно камеру не разворачивать, либо разворачивать только вот так вот. Жесть, подожди. Во. Сложно прицеливаться. То есть, одновременно нельзя кусать и бить хвостом. Мы с вами вот этого раптора мелкого, мы хвостом прям зацепили. Либо он там застрял в хвосте, либо я не знаю. Может быть так специально сделано. Укусить не могу. Нет, но урон там не супер большой. Интересно, а она какие-нибудь эффекты накладывает на них? Класс, первосортка точно. Так, ну в смысле там, может быть отравление какое-нибудь, или ещё что-нибудь, перелом, что они не могут бегать. Выглядит она супер жёстко. Смотри на это дело. Ну-ка, подожди. Дай-ка я слезу, потому что так плохо видно. Опять же, когда вот она ползала, вот разглядеть было практически невозможно. Вот так же, ну ты посмотри. Жуть какая. Очень круто сделано. На самом деле, вот где вот разработчики берут эти текстурки, я просто не знаю. Есть вообще возможность, конечно, самому сделать, но такое происходит крайне редко, когда действительно кто-то что-то сам делает. Обычно, ну, художникам заказывают, либо в команде разработчиков бывают художники, либо покупают где-то. Ой, тихо, тихо, не надо. Опачки, привет. Ты кто такой? А кто-то такой? Шандугазавр. Какой-то. Шандугазавр, реально. А чего вы все на меня напали? Я же вас не трогал. Нет, серьёзно. Эй, чуваки, вы чего? Ещё и горноэлементально меня напал ни с того, ни с сего. Шандугазавр. Ну, по горному элементалю там урона у нас, вы сами понимаете, никакой. Тут нужно принести что-нибудь и приручить его. Просто для выполнения задания. Опа, чёрная лошадь. Но змея просто шикарнейшая. Есть у неё, конечно, неприятный момент. Это то, что вот можно так вот застрять. Опять же, не очень привычно, что у тебя укус на правой клавише мыши, а удар хвостом на левой клавише. Если на самом деле вы сейчас на львах, это можно протестировать. Мы же с вами можем полстять некой, постоянными... А, вот, смотри, мы схватили наконец-то. То есть пока они там за нами бегут, мы спокойно бьём. Главное, назад не смотреть, потому что, ну, ты тогда разворачиваешься. Пытаешься развернуться в движении. Это круто. Я устал чуть-чуть. Тихо. Я нанести удар не могу абсолютно. Всё, отлично поймал. Ладно, хорошо. На самом деле, действительно, змея прикольная. И сейчас давайте забираем корнораптора, поехали домой, всё равно её нужно отдохнуть. Ну что, летал-летал. Я искал этих монстров, которые там, фаерспитеры и прочие. Чё-то как-то пока что не очень. Потом поставлю к следующему выпуску, естественно, поисковик. Поищем при помощи него, и, естественно, уже найдём. Если они заспаунились. Это самый главный вопрос. А вот сейчас мы с вами можем спокойно сюда на река-монстре забраться. С аргентом вроде ничего не должно произойти. Я очень сильно на это надеюсь, на самом деле. Давай вот здесь тебя поставим. Да слышу я вас, идите нафиг. Я не смог сюда этого самого Эндрю Сараха затащить, потому что его никто не может поднять. А сам он сюда забраться пройти не может, потому что здесь... Блин, мне не нравится. Здесь темно. Здесь очень узкие двери. Ну-ка, давайте сейчас вынимем. Я могу здесь... Я могу проехать на нём. Видите? Тихо, аккуратно. Нормально. Я мог бы даже просто так доехать. Ну ладно. Давай так попробуем. В принципе, нормальный урон. Хорошо. Тем более мы можем ещё сейчас этот урон и подкачать. У тебя ничего нету там? Типа факела нет, нет у него ничего. И камня я здесь не вижу. У меня просто не хватает кремня в кармане. Это грёбанная пустыня. Ладно, может быть, кремень там внизу есть. Давай поставим гамму. Три с полтиной. Вот так вот. Вот, теперь хоть что-то видно. Потому что до этого было супер темно. Блин, он слишком быстро. У него такие шаги огромные. Это немножечко удручает и неудобно. Так вот, наша задача здесь всё это место просто, ну, как бы пройти, я так понимаю. И что? Собрать как его? Артефакт, наверное? Скорее всего, да. Как помните, именно в этой пещере мы с вами видели заспаунившихся Скалопендер. Ну, этих сам Хартроплевр. Вот в этом направлении. Я эту пещеру не знаю, я её вообще не исследовал. Ого, привет, Санабо. Это не так страшно. Это возможность подкачать раптора. Это вообще не страшно. Чё, привет. Немножко подзастрял. Оники. Ох, я помню, как я в первый раз тоников искал. Я имею в виду, не искал, а сражался с перворастонниками. Во, выплазла. Хорошо. Сейчас внимательно, плевок. Всё хорошо. Как мы с ними мучились. Всё, отлично, есть. Предлагаю прокачивать ещё урон. Что у нас здесь с вами разлетается? Это же не может быть артефакт. Это, скорее всего, у стенок какая-нибудь там, тэковская штука. Да, всё верно. Ты кто такой? Горноэлементаль. А может быть... Я пещеры перепутал. И здесь горноэлементаль. Не-не-не, вниз мы с вами прыгать не будем. Привет, ребята. Как дела? Всё, пучком. Горного элементаля я сейчас приручить не могу. Просто потому, что нету с собой приманок. Здесь у вас спуск есть где-нибудь, интересно? Мне предлагают пропрыгивать. Ладно, я понял. Хорошо. Да иди ты. Сразу такая под зад поддал. Шесть. Это на самом деле прикольно. Потому что вот если ты знаешь какую-то пещеру на сто процентов... Ну, там тебе неинтересно, потому что ты это проходил и все дела. А вот выжженных зельных я только одну пещеру проходил. Этот именно там, который вот в камьоне. В этих я не был. Для меня это прикольно. Опять же, я не смотрел на никого, как проходить эту пещеру. Ну, по тем же причинам, чтобы просто было интересно. Что у нас с вами здесь? Какой-то такой педестальчик, да? На котором ничего нету. Ну, я, в общем, на самом деле пробежал еще раз все здесь и понял, что... Ну, что-то как-то мне... Блин, мне висет. Вот не надо было попадать под этот плевок. Вот заболтался. Вот заболтался называется. Обидно. Ну, то есть мы с вами были как раз в том самом месте. Вы помните, я сказал, что... Во, вот тут что-то должно лежать. Я дрем, баттон. Я убился. Ладно. Мы с вами были в том самом месте, где я сказал, вот тут что-то должно лежать. И это то самое место, где должен был лежать как раз артефакт. Ну, и, собственно говоря, его там еще просто нет. Он не заспавнился. Эта пещера пройдена. Ладно, потерял я. А чего я ж нажал на постель? Нет, не нажал. Ладно, не страшно. Так вот, потерял я Арика-монстра. Но, собственно говоря, у нас выполнено задание приручения этого Арика-монстра. Все хорошо. Побежал домой делать новую броню. Все новое. И мы с вами продолжим. На самом деле отправимся в следующую пещеру. Нет артефакта. Ну, значит, не повезло. То есть, ну, сам факт того, что пещера пройдена, он галочка стоит. Так, я тут посреди ночи приполз к этому каньону как раз. То есть, вторая пещера. И тут долго-долго искал вход в эту пещеру, потому что здесь подъемчик. Дальше вот это щель, и я ее никак найти не мог. И я не могу проползти туда на змея. А если я с тебя слезу? А если ты за мной будешь следовать? Нет, да. Не судьба? Зараза, вот не судьба. Ладно, хорошо, мы сейчас что-нибудь придумаем. Ладно, да стой там, не шевелись. Сейчас мы с вами что-нибудь найдем здесь. По-любому же что-нибудь заспаунилось, что можно приручить. Может быть, я какую-то... Может, я пещеры путаю. Может быть, я проходил ту пещеру, которая вот именно там с горным элементарем там-то он заспаунился. А тут, как видите... Ну, здесь, в принципе, ничего нету. Я не знаю почему. Наша задача спуститься вот туда. Дальше там где-то должен быть этот самый, как его... Как он называется, артефакт. Но я уже отсюда вижу, что его нет. Как я вышел, я не знаю. Бейте ты. Фуф, все живем. Вот только горный элементарь должен был, конечно, быть. Он по-любому должен был быть. Но его нету. Соответственно, мы доходим с вами до артефакта. Забираем его отсюда. И все, пещера пройдена. Ну, в общем, это такое задание. Не суперинтересное, не супер важное. Все, выбираемся отсюда. Есть у меня такое подозрение, что сейчас вот здесь на входе все заспаунилось. То есть то, что должно было заспауниться, нет? Так. Я снова нашел нашего циклопа, которого мы видели в прошлом выпуске. Я надеюсь, что его сейчас не съедят. Он 140 уровня. Я надеюсь, опять же, что он можно, ну, можно приручить его. Потому что зверюшка прикольная. Давай-то, давай. Давай приманочку кушай. У меня приманок на стреле не так много. Есть, отлично, его можно приручать. Так, соответственно, он вроде уже к нам. Я не знаю, он агрессивный или нет. 18% это вроде ни о чем. Ладно, кинем сейчас ему еще одну приманку. Возможно, те исчезли. До 50% будем бить. Вот, отлично, все. Теперь он будет следовать за моим трайбом и больше не будет агриться. Я просто не вижу вокруг него этого синего свечения. И, соответственно... Нет, 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 ты не можешь быть агрессивным. Нет, держи мясо. Блин, ты что меня пугаешь, а? Знаете, брюска. Тихо, спокойно. Я хочу приручить циклопа. Тем более, это самочка 140 уровня. Шикарно. Вот это неожиданное приобретение. Я надеюсь, что она сильная. Стой ты уже. Да вижу, я его вижу. Подходить туда нельзя. Опасно очень. Сагрится, начнется тут война. 82% отлично. Так, давайте свистанем пока что пассивный, чтобы она никого не атаковала. Там вроде никто не агрится. Вроде, секунду. Седла я на тебя не находил. Ну-ка, еще раз. Циклоп. Экстиншн. Нет, седла на него нет. Скорее всего, можно либо на плече сидеть, либо он просто будет следовать. Ну, в данном случае она. Кстати, да. Если бы это была самочка, нужно было бы другую текстурку делать. Либо вообще делать, чтобы не было полов. Давай, давай, давай. Последний, последний разик. Все отлично. Я могу управлять без седла, все верно. То есть мы с вами сидим на спине. Шикардос. Прыгать можешь? Нет, не прыгает. Ну что, пошли. Пошли, вмажем немножечко. Вот это хорошо. Собирает камни. Урон 386 сходу. Ладно, правая клавиша мыши. 434. Клавиша С, что-нибудь есть? Удар с разворота. Клавиша Х. Рык. Вот это зверюга, так зверюга. Так, змея, пошли за мной. Нам нужно с тобой найти эту дурацкую пещеру и пойти посмотреть, что там не находится. На самом деле, я бы тоже поставил галочку, даже не проходя. Есть небольшой минус, неприятный. У нас с вами очень редкие удары. Есть огромный плюс. Мы с вами наносим максимальный урон по горному элементарю. Давайте сейчас вкачивать урон ближнему бою. Назимый вещь 1100. Тысяча. Неплохо. Слушайте, мы с вами нашли наконец-то реально сильное существо. Ну-ка, ты собираешь него все? Да, собирает шикарно. Змей, за мной. Ты кто такой? Иритатор, понятно. 120 уровня. Так, секундочку. Вот там вот, если не ошибаюсь. Где-то здесь это должно быть. Где-то здесь такой спуск вроде. Ну-ка. Может быть вот тут вот. Я постоянно теряю это место, на самом деле, где оно находится. Где на бомбах там забиваем. Ну, то есть, видите, что происходит. Мы просто всех выносим. И мало того, что мы всех выносим. Секундочку. 10 уровней. Хорошо. Слушайте, ну это просто жесть какая-то. Давай, бей. Она уже убежала. Все, я понял. Хорошо. Я нашел эту дурацкую пещеру. Господи. Ладно, стой. Я уже думал, не смогу найти. Сигура здесь облазил. Так, ну в принципе у него все должно быть нормально. Ууу. Классно. Забирайтесь под землю, говорит мне система. Я именно сюда и пришел. Есть. Хорошо. Она здесь пролазит. Я думал, сейчас здесь тоже не сможем пройти. Но, честно, вот это место я вообще ни разу не исследовал. Поэтому без понятия, что нас здесь ждет. Вон где самые мегалозавры. Ты что, проснулся что ли? А что ты проснулся? Спал себе и спал. Хорошо все было. Кто тебя трогал? Ладно, съедим обоих. Бог с вами. На самом деле, вроде эта пещера, это не очень большая. Сама по себе. Так. Прикольно то, что у нас с вами змея такая огромная. Правда, урон от падения вроде тоже есть. Привет. Все хорошо. Я предлагаю попытаться здесь по стене вот так вот проползти как-нибудь. Да, все хорошо получилось. Все отлично. Ну, по идее, возможно, здесь тоже сейчас нету артефакта. То есть, может быть, мы сможем его получить, может быть, не сможем. Посмотрим. Вот здесь можно было просто этого волка приручить и все. У нас бы сразу прямо в пещере появился бы, ну, появился бы питомец. Издавое существо. Валим всех нафиг. Давай. Отлично. Зараза, интересно. А где здесь этот самый какового артефакта? Он же должен где-то быть. А, ну все правильно. Артефакт должен быть вот здесь вот. Вот именно в этой пещере должен лежать артефакт. Вот теперь я с полной уверенности могу сказать, что эта пещера тоже пройдена. То есть, по заданию все три пещеры, которые нам было давно на задании, пройдены. Там, кстати, еще один мегалозавр лежал. Осталось только отсюда выбраться. Давайте попытаемся это сделать. Я думаю, что на змеи никаких проблем не возникнет. Сюда можно было просто, например, на волки приехать. Но я потому что сейчас начал искать. Я только что всю пещеру прополз. И артефакта не было. То есть, здесь, опять же, коробки спаунятся. Просто что-то не повезло. Нужно подождать, может быть, еще полчасика и заспаунится. Тихо, 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 бьем. Бьем, 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 бьем. Спокойно кусай. Так, понятно, ладно. Бежим. Нужно немножко отползти, а потом уже сражаться. Воу. Саблезубы, класс. Давай, Ви. Все хорошо, отлично. Есть. Здесь жарковато, да? То есть, моя задача сейчас посидеть в пещере, пока у нас не пройдет с вами волна жара. Потому что сейчас... А, нет, 7 утра. 7.37. Сейчас жарко просто физически быть не может. Мы с вами берем нашего циклопа, которого кто-то подранил, пока нас не было. Видимо. Не знаю. И, на самом деле, потихонечку отправляемся домой. На этом этот сегодняшний выпуск я предлагаю завершить. Выполнили сегодня еще два задания. Приручили циклопа, приручили эту как раз змею. Ну, на самом деле, змея классная. И циклоп тоже. Циклоп очень мощный. Я надеюсь, что вам понравилось. Если так, пожалуйста, поставьте лайк. В следующем выпуске, я думаю, мы завершим прохождение. Прохождение именно сборки. Потому что, ну, я постараюсь сделать его завтра, естественно. Так вот. Ладно. Я не знаю. Давай забьем тебя нафиг. Змея застряла. Ну, все, хорошо выбралось. Че ты не убьешь-то? Эй. Во, хорошо. Так вот. Наверное, завершим прохождение сборки. Потому что уже совсем чуть-чуть осталось. И выходит дополнение. Осталось буквально пару дней. И там будут выпуски каждый день, как и положено. Просто сейчас я немножечко отдыхаю от всего. От всего. От Ютуба. От всего. На самом деле нет. На самом деле я собирал шкаф. Один. Мы его разбирали, переносили, собирали. Собирали второй шкаф. Тут много-много-много всего. Много таких мелких дел. Но в ближайшее время уже. То есть, я думаю, к концу недели мы с этим закончим. Где-то там суббота, воскресенье. Там последние как раз вещи. Опять же, воскресенье нас пригласили в гости. Поэтому, возможно, выпуска в понедельник не будет. Или воскресенье не будет. Я не знаю, как все пойдет. Это еще сложно сейчас прогнозировать. Потому что куча дел и еще вот эти гости. Все дела. Ужас. Соответственно, посмотрим. Я надеюсь, что со следующей недели расписание опять по выпускам стабилизируется. Все будет нормально. На этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok